здравствуйте друзья доброе утро понедельник новая неделя началась началась она с кошмаров часто говорят покажите кошмары америки вот пожалуйста прямо перед вами совершенно кошмарный трак жуткое зрелище но это совершенно не что по сравнению с тем кошмаром который случился этой ночью этой ночью было жарко вообще вчера было жарко вообще жарко сейчас за 30 градусов вот мы едем это какая-то такая жара чрезмерная мсков жара и у нас в спальне стоит такой отдельно стоящий кондиционер который кроме спальни ничего больше не охлаждает так вот этот кондиционер ночью обледенел видимо диагностики там не было но во всяком случае труба которая воду выводит наружу дома видимо заледенела и вода стала выходить внутрь дома вот соответственно пришлось его выключить в час ночи и спать в условиях как бы сказать неблагоприятных так это назовем я смотрю на эту жару это уже не первый день продолжается больше того вся неделя говорят будет жаркой в четверг обещали тридцать шесть градусов если так по цельсию так что я думаю как бы понимаешь не испарилась вся та влага которая пролилась на нас этой зимой обильно и вроде бы там водохранилище все более менее заполнились я думаю так и испарить недолго от если вот прям такая жара будет стоять но так а в целом все ничего в целом у нас приближаются каникулы да и каникулы ну я тут точных дней не знаю но поскольку 4 июля это вторник то я подозреваю что понедельник мы уже будем отдыхать и студенты наши тоже а перед этим еще два выходных а потом еще вся неделя потом еще два выходных то есть худо-бедно так вот если с выходными так получается целых девять дней вот на то чтобы подумать о жизни вообще как то так вот отдохнуть у нас обычно на 4 июля в санта-крус собирается веселая компания соответственно там байки всякие соответственно видео заснимем какое-то количество вот мы со светой пригласили еще от вала который пару дней назад нас был вот такой хорошо русскоговорящий американец вот но он пока не ответил я не знаю придет не придет наверное у него жизнь насыщена вот может ему не до нас на всяком случае так обычный наш состав такой там алекс из-за сакрамен то теперь туда уехал строитель и гарик прораб и соответственно виктор в панамке надо остановиться вот виктор в панамке и в общем масса веселых рассказчиков так что все это друзья вашим услугам будет весело но это еще надо дожить это все-таки еще пару недель фактически парни вот на канале у нас что происходит на канале у нас какая-то юбилейная такая метка достигнута у нас 40 миллионов просмотров вот так худо-бедно 40 миллионов просмотров четыре с половиной года назад когда мы сказали себе что будем делать какой-то такой формат вот в котором канал сейчас существует было где-то 1750 то есть канал до этого существовал несколько лет уже так по чуть-чуть такой незаметной форме малозаметной форме вот и был там 750 тысяч значит просмотров 730 вот а то творить как считай в год там по 10 миллионов ну вот примерно так даже может быть иногда больше у нас примерно примерно миллион в год в месяц я извиняюсь примерно миллион в месяц но не каждый месяц бывает 850 тысяч там и так далее но сказать что я с интересом пытаюсь постигнуть динамику вот этого трафика как-то все происходит иногда бывает что вот какое-то одно видео одно кардинально меняет существенно меняет как в общую картинку например вот у меня есть видео там пять лет назад наговорил о том как интервью проходить у меня их несколько там из урок из урока повырезал просто несколько сюжет и вот одно из этих видео оно было самым популярным и так это было два месяца назад ровно два месяца назад там было ровно 400 тысяч просмотров а вчера на нем было уже 800 тысяч и как что-то такое на него налетела на это видео где-то она выходит там рекомендованных я даже не знаю чего но может быть легко например там 10 тысяч в день просмотров на нем день день на день не приходится но вот бывает что там сможешь 10 ты ждешь откуда трафик что произошло смотришь думаешь последнее видео нет то что обычно когда что-то делаешь одно видео второе третье то когда-то растет как бы трафик ты думаешь наверное какое-то из последних видео привлекло внимание нет совершенно не обязательно это может быть какое-то из видео который там бог знает когда и вдруг что-то такое на него налетело бывает где-то там на каком-то форуме там ссылку дали друг за день там несколько тысяч человек пришли посмотрели и дальше забыли опять так тоже бывает в общем интересно все это хотя я подозреваю что алгоритмы меняются ютубовские поэтому вот это видео вдруг стало появляться в рекомендациях хотя там 45 лет нигде особо не появлялась а может быть появлялась но по чуть-чуть потому что 400 тысяч набрать тоже не так просто если видео просто так висит это не то что там в поиске например его так сильно находят нет это в поиске мало трафика из поиска но вот может быть там 8 процентов но может быть 10 процентов 90 процентов это не поиск вот когда видео вешаешь там стараешься какие-то слова ключевые повесить там описание написать это это не потому что в поиске то есть может быть эти слова и эти описания сработают для определения тобой рекомендовать видео ли не рекомендовать наверно сработают но во всяком случае это не не такой прямолинейный вариант как можно было бы подумать так со стороны сложный мир вот чего нас тут ага плакат такой весел на улице да в даунтауне маунтинью это улица кастро вот них не фидель кастро у нас тут свой есть герцог кастро который осваивал мексиканский ну смысле испанский испанский герцог кастро который осваивал в частности вот калифорнию со стороны мексики и вот в даунтауне там периодически проводятся фестивали всякие там сборища это практически в каждом даунтауне небольших городков там периодически что-то такое происходит и жителям веселуха и бизнесы там в это время что-то такое на продадут вот сети собирает там по 200 по 300 баксов за каждую палаточку с тех кто ставит палаточку то есть как бы всем всем удобно и интересно а мы вот через жару друзья через трудности рвемся к рабочему месту я очень надеюсь что на рабочем месте работает кондиционер наш кондиционер устроен очень интересно значит это некоторая централизованная система которая стоит где-то в здании не знаю где система устроена таким образом что она наблюдает за датчиками температуры которые у нас выписи штук 6 или 7 в разных местах соответственно в каждую в каждую зону этого датчика своего датчика есть значит там такая труба идет сверху по которой гонится воздух по одной и той же трубе гонится либо холодный либо горячий куда гнать воздух и какой именно холодный или горячий решает вот этот центральный процессор который там где-то у них стоит значит как срабатывает процессор он смотрит на температуру реальную и температуру выставленную над этом термостате и соответственно если разница в пределах двух градусов он вообще не реагирует если температура начинает выходить за два градуса разница превышает два градуса то он по идее должен туда гнать воздух но поскольку реальный кондиционер только один а труп по которым он гонит воздух много там система заглушек то он смотрит где самая большая разница где самая большая и в какую сторону вот допустим у вас стоит там семь термостатов из них четыре показывают расхождение более двух градусов в одной комнате сидит там 30 человек студентов они дышат соответственно надо бы охладить значит в другом там уже так и так охладилась что может быть надо бы подогреть там и так далее он смотрит где амплитуда амплитуда вот вот значит этой разницы больше и туда гонит поэтому управлять этой фигней вообще невозможно она сама решает когда что чего и куда гнать вот и иногда странные бывают ситуации вот так приходишь на работу у меня в офисе термостат прям прям в моем собственно и бывает там так жарко что уже не знаешь как жить а бывает так холодно что чувствуешь себя пингвином но потом это меняется надо сказать что она недолго то есть если это жарко то это недолго если это пингвинное такое то она тоже недолго и вот она так гуляет по нашему офису и думаешь вот ведь думаешь кремниевая долина а могло быть и и того хуже нам предлагали врезать в стекло отдельные какие-нибудь там кондиционеры чтобы в каждый в каждой классной комнате хотя бы был свой и чтобы не зависеть ни от чего но как-то до этого не дошло в общем даже не знаю что сказать конечно если бы в каждой комнате сидел там по одному по два по пять человек то может быть и не было бы проблем но поскольку они как классные комнаты используются то какой-то дисбаланс возникает с другой стороны я хочу сказать когда например труба начинает работать то есть грубо говоря когда по трубе идет воздух там холодный или горячий по обстоятельствам буквально за 20 секунд все помещение приобретает совершенно замечательную температуру вот то что надо и то что было перегретым становится нормальным то что было переохлажденным становится нормальным то есть мощность системы чудовищная то есть она такой вот там 20-30 секунд и все и большую классную комнату нас приводит в порядок не знаю вот как а кошмарах то мы начали с кошмаров капитализма с кошмаров америки вот пожалуйста такой кошмар страдаем страдаем еду на работу в надежде уповаю уповаю на наш кондиционер и его центральный юнит который там вот тоже кошмар смотри мог бы еще там метр проехать и я бы туда проскользнул правильно а меня как раз зеленая стрелочка пацаны ну вот 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 друзья так и живем так и живем вот не знаю или успею нет не успею не успею но не кошмар так что об ужасах капитализма мы с вами поговорили вот на чем я с вами тогда уже и попрощаюсь счастливо